На самой высокой точке Донецкой самопровозглашенной республики, Кургане Саурмогила, прошли похороны ополчанцев, погибших в боях за высоту. Кроме них, там перезахоронили останки солдат Второй мировой войны. Когда холм был отбит у украинской армии во время разминирования, бойцы армии Новороссии обнаружили ранее неизвестное захоронение красноармейцев. Из братской могилы извлекли останки 82-х человек. Погибших в разное время похоронили рядом. В последний путь воинов проводил и наш корреспондент Семен Пегов. Вместе с останками героев Великой Отечественной на Саурмогиле хоронили 17 бойцов армии Донецкой республики. И только одного – Дмитрия Будяка в открытом гробу. Тела остальных изуродованы снарядами. Ополченец погиб несколько дней назад, прикрывая отход своей группы. Его поступок не оставил равнодушными никого из командиров. Если военный комендант Снежного не может сдержать слез, то что говорить о родственниках? Мать Дмитрия Елена Будяк рассказывает, с какими словами сын уходил воевать. Начальник штаба одной из бригад Денис Синенков был свидетелем всех в новейшей истории Донбасса сражений за Саурмогилу. Офицер рассказывает, в боях за высоту участвовали даже девушки. Я думаю, предки примут за стоинством. Провожаем ребят рядом, хороним вместе с их дедами и прадедами, которые здесь воевали в свое время. Ну а сейчас жалко молодые ребята. Девчонка у нас погибла, но она разведчица. Тоже доставляли боеприпасы сюда. Все ползком на пупке. В воду. На церемонию прощания приехали не только те, кто пробивал коридоры, как здесь говорят, к ленточке, то есть границы. Полевой командир Моторола на Саурмогиле впервые. Как бы наши деды отстаивали здесь право на то, чтобы мы родились, на то, чтобы мы были нацгвардией. Я не знаю, кому вообще пришлось сюда в голову занять эту высоту, расставить артиллерию и под нацистскими знаменами бомбить города. Братскую могилу с останками 82 красноармейцев нашли саперы, когда разминировали местность. Их перезахоронили вместе с ополченцами. Всех провожали как героев. Воинские почести отдавали залпами не только из стрелкового оружия, но и из зенитной установки. Так прощались с экипажем ЗУ-23, который погиб в июле при штурме поселка Красная Зорька на границе с Россией. Трех традиционных залпов ополченцам не хватило, чтобы выразить все эмоции. Чтобы даже в воздух больше не приходилось стрелять. Это главная надежда тысяч жителей Донбасса, которые раньше приезжали сюда каждый год 9 мая и приехали в этот день. Продолжение следует...